Я у Чихо Итачи, мой внутренний мир никогда не заплачет пропитанной болью. Я сделал свой выбор, забытый шиноби, и там я был избранным место. Мира вы выбрали за город, в душе у ребёнка оставили радость, забытый огонь. На моём пальце, кровь на клинке, яся на кацюке. «Он скоро явится сюда и убьёт нас всех», — утвердительно произнёс Наруто с тяжёлым вздохом. Он развернулся в своём кресле к окну, за которым с самого утра лил проливный дождь. Сакура, опустив голову, стояла рядом с рабочим столом, а Шакамару и Конохамару немного поодаль, у стены. Они все собрались в кабинете Хакагая, чтобы поговорить, но ни у кого не находилось подходящих слов. Все были на взводе после случившегося происшествия и стоило всё обдумать, сделать выводы и принять правильные решения, но это было не так уж и просто. Не хочу ничего сказать, Шакамару задумчиво развёл руками, но произошедшее вполне резонно можно посчитать началом нового международного конфликта. «Это единственное, что тебя сейчас волнует?» Раздражительно фыркнул Наруто, вцепившись руками в подлокотники. Его можно было понять Шакамару последние годы только и делал, что пытался кого-то понять, но в этот раз у них не было времени на сентиментальности. «То, как ты будешь успокаивать Саски, меня не волнует», — честно ответил Шакамару, скрестив руки на груди. «Моё дело дать тебе понять, что теперь у нас всех большие проблемы». «Да знаю я», — Сакура стояла молча, сжав пальцами края своей тоники и уткнувшись взглядом в пол. Она выглядела бледной, уставшей и замученной несколько последних тяжелых дней и таких же бессонных ночей давали о себе знать. Наруто глянул на неё украдкой, побоявшись встретиться с ней взглядом. Он не знал, что стало бы с ним, случилось с кем-то его из детей нечто подобное по правде говоря, об этом даже думать было страшно. Саски нагрянул в кабинет неожиданно, как гром среди ясного неба. Он даже не захлопнул за собой дверь, а сразу подлетел к столу и уперся рукой в столешницу, да так, что та слегка прогнулась под его весом. «Выдай мне отчёты и документы», — потребовал он, посмотрев на Наруто пронзительно и бескомпромиссно. Живо. Наруто хотел бы возразить и напомнить, что даже такие вопросы всегда можно было разрешить разными путями, но разве станет разозлённый отец про это слушать? Наруто понимал его, а потому без лишних вопросов, но с сожалением в глазах придвинул к нему папку со всеми бумагами. «Поступай, как знаешь». Шикамару дёрнулся, чтобы выразить своё возмущение, но вовремя остановился и закрыл рот. И его здравый смысл был здесь никому не нужен. «Подожди», — Сакура схватила Саски за рукав рубашки и посмотрела на него с надеждой, будто бы он мог прийти в себя и одуматься. «Нельзя действовать импульсивно. Мы должны, я все решил», — уверенно ответил Саски и посмотрел Сакуре в глаза, и всем своим видом говоря о том, что он не намерен отступать. Она замолчала, почти смирившись со своей беспомощностью. «Это я виноват», — Конохамару сделал несколько шагов к Саскину встречу, зная, что если у кого есть шансы попасть под справедливое возмездие, так это у него. Ему самому досталось в бою, его разбитая голова была забинтована, всё лицо было обклеено пластырями, а рука плотно лежала в бандаже на груди. Саски заинтересованно посмотрел на него. «Конохамару, прекрати!» Наруто подскочил на ноги. «Если Саски разозлится, то даже ему не удастся справиться с его необузданным гневом. Ты ни при каких обстоятельствах не смог бы ничего предотвратить. Лидером команды был я. Из-за последствия проваленной миссии отвечаю тоже я», — твердо ответил Конохамару. В его взгляде читалась бесконечная тоска. Он боялся, но вовсе не за себя. «Это я не справился, тогда ты мне поможешь», — Саски хитро прищурился, решив, что живой свидетель произошедшего был гораздо полезнее пресных документов. Не впутывая его в это, — пригрозил Наруто. «Нет. Я согласен, Конохамару стоял на своём. Ему крайне необходимо было оправдаться перед самим собой и искупить вину перед Сарадой, которую не смог защитить. Это будет правильно». «Хорошо», — удовлетворительно шепнул Саски, подхватив со стола папку, вышел из кабинета. Наруто даже стало легче дышать. «Делайте, что хотите», — отмахнулся Шакамару, решив не встревать до тех пор, пока его не попросит. Впрочем, он тоже был отцом, а потому, несмотря на свою вредность, понимал чувство Саски целиком и полностью. Сакура выждала несколько секунд, прежде чем выйти в коридор и отправиться следом за Саски. Ей буквально пришлось побежать, чтобы поспеть за его быстрым шагом. Саски. Сакура бросилась за ним вниз по лестнице. Он побоялась, что тот проигнорирует её и не захочет с ней разговаривать или даже не попытался её выслушать, но нет. Саски остановился, когда до конца оставалось всего пару ступенек, и развернулся к ней лицом. Им много чего хотелось друг другу сказать. Поделиться мыслями и переживаниями, обсудить все произошедшее, выговориться, и просто поддержать. Сакура не знала, как выразить то, что ей хотелось передать. Никогда ещё это не было так трудно. Но они ведь семья. Не просто так им удалось сохранить прежние отношения даже спустя столько лет. «Давай я это сделаю», — Сакура сжала руки в кулаки от напряжения и посмотрела Саски прямо в глаза. Она была к этому готова, и ей предложение не было пустым обещанием. Ради дочери можно было сделать всё что угодно. «Нет», — ответил Саски резко, не раздумывая секунды. Он все решил сам. Быть может, Сакура хотела посоветоваться с ним, прийти к самому лучшему варианту и помочь им всем выйти из этой ситуации с минимальными потерями, но Саски не хотел, чтобы это становилось ей проблемой. Это было их общей ответственностью, но это он должен прятать семью за своей спиной, а не наоборот. «Ты важнее, чем я». Сакура сделал глубокий, шумный вздох и закрыла глаза руками. Болела голова, а кровь беспрерывно стучала в ушах. Саски аккуратно обнял ей за плечи и прижал к своей груди. Ещё немного, и единственное, что им останется сделать, — это смириться. Следующую ночь Сакура провела дома в одиночестве. Она пыталась читать, смотреть телевизор и даже работать, но ничто не помогало ей отвлечься. В итоге проблему решила лишь убойная доза снотворного, после которой Сакура смогла успокоиться и лечь спать. Утром ей ждала подготовительная работа в больнице. Саски явился в кабинет Хакага ближе к полудню. Он притащил с собой пойманного и единственного выжившего, Шиноби деревни скрытого облака, причастного к произошедшему нападению на команду «Сень». Саски узнал от Конохамару всю интересующую его информацию, которая помогла ему выследить группу мерзавцев. Они считались элитным отрядом Страны Молний, но очаха был им не по зубам. «Я все решил», — Саски пнул связанного Шиноби в спину, хотя на том и так уже не осталось живого места. Наруто тактично промолчал. «Можешь не благодарить». Наруто не собирался ничего говорить, но слова сами сорвались с его губ, когда Саски уже переступил порог кабинета. «Это конец». Наруто сжал губы, в последний момент подумал о том, насколько глупо это могло прозвучать. Но ничего лучше ему в голову не пришло. Саски остановился и глянул на него через плечо. Их глаза встретились, и на мгновение им обоим показалось, что у них было, о чем друг другу сказать. «Еще нет». Саски задержался еще на секунду, а после быстрым шагом отправился дальше по коридору. У него были другие дела. Он встретился с Сакурой в больнице менее, чем через час. Она ужаснулась его внешнему виду царапинным на щекам, ранен на руке, пыльному плащу и порванному жилету, но это все было наименьшим из его проблем. Сакура с тихим вздохом достала из кармана платок и мягко вытерла с его лба каплю запекшейся крови. «Ты иди. Я не буду мешать», — Сакура указала Саски на палату в конце коридора и осталась стоять на месте. Она приходила к дочери каждый день, а ему придется сделать это впервые. Саски медленно прошел к палате, постоял немного около нее, собираясь с мыслями, и тихо вошел. Сарада лежала на кровати на приподнятой подушке. Ей глаза были перевязаны, к руке подходил внутривенок отетер. Саски было невыносимо больно смотреть на нее, но он не отворачивался. «Мам, это ты?» — спросила Сарада и одним коротким движением поправила подушку. У Саски ком встал в горле. «Привет!» — Сарада, услышав знакомый голос, встрепенулась и приподнялась на одном локте. Саски почувствовал себя еще хуже. Наверняка она ждала его, а он все никак не мог к ней прийти. «Пап!» — Саски тихим шагом прошел к ней и сел на край кровати. Сарада попыталась придвигаться к нему поближе. Ей не пришлось нащупывать его руку, он сам коснулся ее и пальцев. «Как ты?» — поинтересовался Саски, чувствуя глупую неуместность этого вопроса. Но он не знал, что сказать. Нельзя было молчать. «Ну нормально», — задумчиво ответила Сарада, аккуратно взяв в свою ладонь пальцы отца. А тот даже не догадался предварительно снять перчатки. «Мама сказала, что я уже выгляжу немного лучше». Конечно, Сарада ведь больше не могла сама посмотреть на себя в зеркало. Саски утешало только то, что тот, кто посмел выколоть глаза его дочери, уже умер страшной смертью. Она сказала Сарада запнулась на полусловие. «Что придумает, что можно со мной сделать?» Я слышала, что она была очень расстроенной, а я Саски будто бы набрал в рот воды и не мог произнести слова. «Наверное, зря я пыталась храбриться перед ней», — продолжила Сарада почти шепотом. «У меня плохо получается». Сарада, Саски сделал над собой усилие и взял ей маленькую ладонь в свою. «Все будет хорошо. Я обещаю». Сарада замолчала. Она хотела бы поверить, но ей было слишком страшно. Сакура проводила операцию в одиночку. Она знала, что делала, но ей пришлось приложить как никогда много усилий, чтобы взять себя в руки и успокоиться. В такой момент ей нельзя было давать волю слабости и чувствам. Сакура дрожала вся буквально с ног до головы, но перед тем, как они начали, Саски убедил ее в том, что они все делали правильно. Время до вечера тянулось словно вечность. Операция закончилась на закате. В это время Сакура сидела у постели дочери и терпеливо ждала ей пробуждения, смотря в окно и стараясь ни о чем не думать. Гнетущую тишину в палате внезапно прервала хрипший голос. «Мам!» Позвала Сарада и попыталась прочистить горло. «Ты здесь?» Да, да Сакура с трудом улыбнулась. С ей лба стекал холодный пот. «Как ты себя чувствуешь?» Голова немного болит, пожаловалась Сарада и коснулась пальцами своего виска, случайно наткнувшись на бинт на глазах. «Как все прошло?» «Думаю, что хорошо», — Сакура отвечала твердо и уверенно, но внутри вся буквально тряслась от страха. «Сейчас мы это и узнаем. Сможешь сесть?» Сакура помогла Сараде приподняться и подложила под ей спину подушку. Она аккуратно прикоснулась к бинтам, боясь навредить или сделать больно, и начала аккуратно, медленно, едва касаясь разматывать его. Это был один из самых страшных моментов в ее жизни. «Ну, как?» Сарада сразу смогла открыть глаза. Те немного слезились после использованных препаратов, но совсем не это было самым главным. Сарада могла видеть и даже лучше и четче, чем раньше. Она рассматривала свою мать так сосредоточенно, будто бы в первый раз. Сердце в ей груди забилось сильнее от волнения и трепетной радости. «Ты выглядишь такой уставшей», — Сарада не смогла сдержать улыбки, пусть и вымученной и кривоватой. Тогда ей показалось, что все было уже позади. «У тебя есть зеркало?» «Я хочу посмотреть». Конечно, Сакура знала, что Сарада захочет посмотреть. И что она рано или поздно все равно нашла бы его сама. Поэтому ей пришлось достать заранее припасенное зеркальце из кармана медицинского халата. Сарада тут же посмотрела на свое отражение. В этот же миг все рухнуло в одно мгновение легко и быстро и подобно хлипкому карточному домику. Сарада покрылась мурашками с ног до головы. Страх, непонимание и неприязнь — это она почувствовала в тот самый момент, как к ней пришло болезненное осознание. Сарада испуганно подскочила на месте и выронила зеркальце из рук. Она коснулась пальцами Риннигана в своей левой глазнице так, будто бы боялась не нащупать вместо него пустоту. Эти глаза не могли принадлежать ей. В этот же вечер Сарада значительно задержалась на работе даже сильнее, чем в самые загруженные дни. Она хотела дать Сараде побыть одной, но боялась оставлять ей надолго. Им нужно было поговорить и объясниться, но Сакура понимала, что Сараде понадобится время, чтобы успокоиться и суметь понять то, что родители хотели бы ей сказать. «Ты перевела Сараду в другую палату?» Поинтересовалась у Сакуры и коллега, что неожиданно нагрянула к ней в кабинет. «Нет. А что?» Ответила Сакура недоуменно, не понимая, к чему был задан этот вопрос. Осознание пришло к ней секундой позже, и она тут же подскочила с места, кинувшись к палате дочери по темному коридору. Та была пустой, а единственное окно в ней было открыто нараспашку. На улице уже стемнело. Саски понял это по снизившейся температуре, прохладному ветру, врывавшемуся в комнату через окно, и солнцу, что не опаляло его руку, когда он пытался подставить под лучи обнаженную кожу. Ориентироваться в пространстве вслепую, пусть даже в собственном доме, оказалось удивительно сложно. Неожиданно сложно. Саски остановился перед лестницей, как перед непреодолимой преградой. Он испытывал дискомфорт из-за повязки на глазах и все время рвался снятье, но каждый раз в самый последний момент задергивал себя, вспоминая, что в этом не было смысла. Саски знал, что так будет, что будет непросто, что будет тяжело. И прежде, чем подготовить к произошедшему сараду, он договорился сам с собой. Ему не о чем было жалеть. Саски крепко схватился рукой за перила и спустился на одну ступеньку вниз. Половица тихо скрипнула, и одновременно с тем хлопнула входная дверь. Саски замер, прислушался и по привычке поднял голову, будто бы мог что-то увидеть. Гулкие шаги стали стремительно приближаться и становиться громче, пока не стихли внизу лестницы. Саски чувствовал, что это была не Сакура. Его жена даже в самом разозленном и встревоженном состоянии сдерживала бушующую чакру внутри себя. А в тот момент ему казалось, что еще немного, и ту чакру тяжелую и агрессивную, можно будет потрогать, до того она была осязаемой. Саски чувствовал силу своих глаз, и это было странно ощущать ей у кого-то другого, а не у самого себя. «Сакура отпустила тебя домой?» — спросил Саски, но не интересуясь, а делая замечание. Чужая чакра в ту же секунду вспыхнула, как спичка. «Как ты посмел это сделать?» Сарада выплюнула эту фразу так, будто бы сдерживала и на языке все то время, что добиралась домой от больницы. Она поднялась на несколько ступенек вверх. «Почему ты не спросил меня?» «Ты не смогла бы принять правильное решение». «А это было правильным решением?» Голос Сарады дрогнул. В таком состоянии она просто не могла взять себя в руки. Сарада взлетела вверх по лестнице и бросилась в свою комнату, громко хлопнув дверью. Саски не ожидал такой реакции, но, как оказалось, зря. Но свою дочь он понимал. Ей было тяжело, и она нуждалась в передышке. В конце концов, Саске тоже когда-то было 14 лет, и непостоянство и импульсивность также были ему свойственны. Саски медленно спустился вниз по лестнице и ему даже удалось с нее не упасть. В этот же момент входная дверь хлопнула снова. Сарада в своей комнате, сказал Саске, прежде чем Сакура успела что-то произнести. Через секунду он услышал ей облегченный вздох. Она сбежала из больницы, устало ответила Сакура и задумчиво потерла лоб. Голова просто разрывалась от боли. Я понимала, что она не будет в восторге, но Сакура отвела взгляд в сторону. Ей было трудно видеть Саски таким. Едва ли она знала, что творилось у него на душе, о чем он думал, находясь в одиночестве в окружении тьмы, вечно стоявшей у него перед глазами. Как он чувствовал себя, лишившись своей силы того, что помогло ему стать тем, кем он был? А что они могли сделать теперь? Думать было больно. Как ты себя чувствуешь? Спросила Сакура осторожно. Нормально, ответил Саске слишком быстро и резко. На этом короткий разговор был окончен. Утром Сакура проснулась рано, как и всегда, чтобы собраться на работу. Всю ночь ей преследовали кошмары страшные и навязчивые настолько, что ей так ни разу и не удалось отмахнуться от них. Едва успев открыть глаза, она подскочила с кровати аккуратно, чтобы не разбудить Саски, и сразу ринулась в комнате дочери. Аккуратно приоткрыв дверь, она заглянула внутрь. Сарада спала на своей постели раскрытой в той же самой больничной одежде, в которой вчера сбежал с палаты. Подушка и скомканные одеяла лежали на полу. Сакуре было этого достаточно. Она тихо закрыла дверь и спешно отправилась собираться дальше. Перед тем, как выйти из дома, Сакура оставила завтрак для Саски и Сарады на обеденном столе. На мятом листике из ежедневника она черкнула короткую записку для них обоих, а потом, внезапно все осозав, со всей силы сжала в руки карандаш и со злостью бросила его на пол. Тот почему-то не сломался. Сакура выкинула записку и поспешила выйти из дома. С таким же успехом она могла написать для Саски послание маркером на холодильнике, чтобы тот вообще никогда не узнал о том, что ему хотели что-то передать. Саски проснулся гораздо позже уже в пустом доме. Он с трудом оторвал тяжелую голову от подушки и поднялся с кровати, на ходу вспоминая, что с некоторых пор был слеп. И первой проблемой нового дня было понять, который был час. Что-то подсказывало ему, что время близилось к полудню, но проверить это было невозможно. Он открыл окно и высунул руку на улицу. Припекало солнце. И не парило. Ясная погода и никаких планов на дождь. Возможно, но не точно. Саски подумал, что хорошей идеей будет принять ванну. И эта идея оставалась таковой до самого конца. Он открыл первый попавшийся шкаф и замер перед ним, пытаясь вспомнить, на какой полке лежали его вещи. Но никак не мог. Задумывался ли Саски когда-то о том, что, где и как Сакура здесь раскладывала в то время, как он сам ни разу не прикладывал к этому руку? Что ж, теперь это сыграло с ним злую шутку. Саски протянул руку, пытаясь что-то нащупать. На полках действительно лежало много одежды, при том самой разнообразной. И как он мог в одиночку найти здесь свою рубашку? Саски ощупал то, что первым попалось ему под руку мягкая шелковая ткань. Такое он не носил, и это, скорее всего, принадлежало Сакури. Он поднялся к следующей полке. А потом еще к одной. И еще. И так до тех пор, пока не обошел весь шкаф, один раз даже что-то уронив. В итоге рубашка и штаны нашлись в комоде, про который он и вовсе вспомнил не сразу. До ванны Саски смог дойти спокойно, но дальше начались проблемы. Ему было жизненно необходимо привыкнуть к своему состоянию и научиться управляться совсем в одиночку, но найти шампунь среди бесчисленного количества флаконов на полке было невозможно. По форме и запаху их едва ли можно было отличить друг от друга. Саски не знал, сколько у него ушло времени на обычные утренние процедуры, которые всегда занимали у него не больше 15 минут. Складывалось впечатление, прошла целая вечность. Саски спустился по лестнице на первый этаж более уверенно, чем днем ранее, и сразу почувствовал запах еды. Со временем, когда он привыкнет к своему новому положению, все его остальные органы чувства заработают на максимум, чтобы покрыть неудобства из-за отсутствия самого главного из них. И ориентироваться в пространстве тоже станет легче. А до тех пор Саски, попытавшись нащупать тарелки на столе, влез пальцами в ващной салат. Сарада ушла из дома рано утром даже не позавтракав. Она не хотела ни с кем встречаться и общаться, не желала никого видеть и уж тем более не горела желанием объясняться. Наверняка слухи о случившемся расползутся по канахе очень быстро, и все ближайшие к ей семье люди в числе первых узнают последние новости. Лишь бы только они не стали настырно расспрашивать обо всем подряд. Сарада ушла подальше от деревни, чтобы гарантированно побыть одной. Она прошла через лес и наткнулась на окраине на небольшое озеро, больше напоминавшее собой лужу для лягушек прочей неприятной живности, но вполне подходившей для одинокого отдыха. Сарада забралась на возвышавшийся над водой булыжник и удобно уселась на нем. И что делать теперь? Сидеть на месте спокойно, не двигаясь, было просто невыносимо. Хотелось ходить, бегать, драться или делать хоть что-нибудь, лишь бы не позволять волнующим мыслям даже на секунду напомнить о себе. Переживания плотным ядовитым клубком сидели где-то в солнечном сплетении, переплетались между собой, как змеи, что ползали и шипели без перерывов постоянно, каждую секунду, и норовили укусить. Не ради самозащиты, а чтобы сделать больнее. Сарада всхлипнула и подняла глаза к небу ясному, синему и глубокому, как бездонное море. Погода была солнечной, где-то то и дело проплывали перистые облака. Привычный и, казалось бы, ничем не примечательный пейзаж заиграл новыми красками. Теперь Сарада могла заглянуть дальше, рассмотреть больше и увидеть то, что не могла уловить раньше. Она носила очки и не испытывала из-за этого дискомфорта, если только небольшое неудобство. Можно научиться жить с чем угодно, но терять то, к чему привык, трудно было всегда. Глаза Саски определенно видели лучше, дальше и четче. Сарада никогда не смогла бы скорректировать свои глаза очками и линзами так, чтобы хотя бы приблизиться к той остроте зрения, что было у нее теперь. Но были ли связаны ее странные ощущения только с этим? Пока допадлино знать было нельзя. «Привет!» — внезапно послышалось дружелюбное приветствие. Сарада резко обернулась. Наруто неспешно подошел к булыжнику и оболкотился о него локтям. Он старался держать дистанцию, понимая, что вряд ли Сарада была готова к незваным гостям. Здесь всегда так тихо, Наруто попытался начать разговор. Встретившись с Сарадой взглядом, он невольно дернулся, ощутив, что что-то было не так. И не было ничего удивительного, он ведь знал, что было не так. Казалось бы, глаза, как орган, у всех людей были одинаковыми, но у Саски они всегда были особенными, страшными, внушительными и убийственными. Сарада ничего не ответила. Как ни странно, ей все еще не хотелось ни с кем разговаривать. «Я долго тебя отвлекать не буду», — познаешь Наруто замялся, подбирая нужные слова. Ему не хотелось расставаться с Саски и разрывать с ним все деловые отношения, но тот был в праве самостоятельно решать, что ему делать. О долгих и рабочих обязанностях можно было рассуждать долго, но когда перед ними внезапно возникала стена в виде семьи и детей, все озвученные до этого весомые аргументы в момент теряли свою важность. «В общем, ты, наверное, не понимаешь, почему он так сделал?» «Нет», — резко ответила Сарада. Это утверждение ей злило. «А я понимаю», — Наруто кивнул сам себе. «Он всегда был тем еще ублюдком, но есть вещи, которые у него не отнять. И отдавать всего ради своих принципов и убеждений он умеет не хуже меня». Сарада внимательно смотрела на него, но ничего не говорила. «Я не давлю, ни в коем случае», — Наруто в извиняющемся жести развел руками. «Просто подумай об этом. Как-нибудь потом». «Обязательно», — ответ прозвучал саркастично. «Очень было похоже на Саски. Неужели найти ему запасные глаза — это так сложно?» Нетерпеливо и взволнованно спросил Наруто, когда они с Сакурой в очередной раз встретились в его кабинете, чтобы поговорить. Других тем для обсуждений у них в последнее время не было. «Если ты думаешь, что у меня где-то есть склад с донорскими органами, то очень ошибаешься». Сакура грозно ударила кулаком по столу. Наруто вспомнил, что о деятельности больницы Канохи мало что знал, полностью возлагая обязанности по ее содержанию на своих подчиненных. Он не мог быть везде и всюду одновременно. «Я не говорю, что это надо сделать прямо сейчас», — Наруто тяжело вздохнул. Ругаться с Сакурой за Саски он точно не хотел. «Я имею в виду есть ли способ, чтобы найти для него что-то. Лучше, чем было, уже не будет, но нужно хотя бы что-то». «Я знаю», — раздраженно ответила Сакура. «То, о чем говорил Наруто, она прокручивала у себя в голове весь день, пытаясь что-то придумать. Они знали, на что шли, и никто не говорил, что будет просто». «Сакуре нужна была помощь и поддержка, но в том же самом нуждались и все вокруг. Как никогда сильно ей захотелось засесть сына в каком-нибудь кафе и напить Сасаки так, чтобы потом даже не дойти до дома. Было бы отлично. Единственное, что я могу сделать, это забрать глаза у трупа. «Это самый гуманный вариант, который у меня есть. И я мы можем только ждать момента, когда тот окажется в нашем распоряжении». «Все». Он снова обвел нас вокруг пальца, резко ответил Наруто, уткнувшись тоскливым взглядом в стену. «Он снова сделал так, как захотел сам. И заставил тебя ему помочь». В ту же секунду Сакура отвлеклась от твору и мыслей, что кружило у нее в голове с самого утра. Она столько внимания посвятила проблемам Саски, что напрочь забыла о себе и своих переживаниях. О чем думала она сама? Что считала правильным, а что нет? Что хотела сделать? Как могла помочь своей семье? Были ли иные варианты? Да какая разница, ее муж давно решил все за нее. Сам. Саски не нужно было использовать Гиндзюцу, чтобы убедить их всех сделать так, как хотел он. А все остальное его уже не интересовало. Как был чертовым эгоистом, так и остался. Обвел вокруг пальца, тихо повторила Сакура так, будто бы не хотела, чтобы кто-то ее услышал. Как всегда? Как всегда. Не хочу прерывать вашу приватную беседу. Шакамару появился на пороге кабинета и без лишних колебаний прошел внутрь, но раз уж вы сами завели эту тему, то спешу напомнить, что мы остались без поддержки Саски. У нас нет второго козыря, который помог бы нам сражаться против Ацуцуки. Не сыпь соль на рану, Шакамару, раздраженно фыркнул Наруто. И без тебя тошно. Уж прости за откровенность. Шакамару развел руками. А про деревню скрытого облака не напомнить. Я только что получил от них послание. Они собираются в гости. Черт, Наруто стало потер лицо. Мало было проблем, что им надо? Как, что? Саски в одиночку разобрался с главным элитным отрядом Рэйкагэ и убил почти всех, кто в нем состоял. Заранее придумай, что ты скажешь им в свое оправдание. В смысле? Наруто разозленно подскочил на ноги. Какое оправдание? Они сначала покалечили Сараду, а потом еще что-то требуют. Успокойся. Не кипятись раньше времени. Шакамару подошел к нему и жестом попросил сесть обратно в кресло. Я уверен, что среди всей их делегации будет хоть кто-то со здравым смыслом и мы разрешим этот вопрос мирно. В каком-то смысле, нам повезло, что ты не отправил им гневное письмо первым. Не отправил? Сакура подозрительно нахмурилась. Ты же обещал мне. Я хотел, но, довольно, Сакура отмахнулась. У нее больше не было сил это слушать. Разбирайся сам. Она вышла из кабинета, хлопнув дверью. От злости и беспомощности хотелось кого-то придушить. Саски весь день провел дома, потому что ему все равно некуда было идти. Попервые идея сидеть на диване в гостиной и ничего не делать показалась ему немыслимым по нудности испытанием, но со временем удавалось привыкнуть к чему угодно. Саски все лучше ориентировался в собственном доме, а многие повседневные вещи успешно выполнял вслепую. Он не сомневался в том, что рано или поздно смог бы приспособиться к имеющимся ограничениям и облегчить жизнь как себе, так и Сакури. Саски прислушивался к завывавшему за окном ветру, что шелестел листьями деревьев в саду. Он чувствовал, как по небосводу перемещалось солнце, а вместе с ним и теплые лучи, что медленно ползли по подставленную под них руке. К вечеру все исчезало совсем, оставляя после себя лишь прохладу и осязаемую пустоту. В голове Саски окружение, в котором он находился, медленно, но уверенно обретало свои черты. Но если с людьми, искрившимися чекрой, проблем не возникало, то разобраться с неживыми предметами было значительно труднее. Но и он был не из робкого десятка. Саски сразу почувствовал изменения в доме, кто-то внезапно появился прямо перед ним. Он не слышал хлопка двери, шагов и дыхания, но точно знал, с кем имел дело. «Как я понимаю, ты уже освоилась». Сарада стояла перед ним на расстоянии вытянутой руки, чтобы у нее была возможность рассмотреть его получше. Ей казалось, что она уже была готова к разговору, но при виде отца у нее внутри все болезни нажалось. «Так, как было, уже никогда не будет. Жить так тебе нравится больше». Сарада нахмурилась. Теперь она выглядела гораздо спокойнее, что во время их прошлой встречи. Что значит «нравится». «Ты же для чего ты это сделал?» Сарада будто бы боялась прямо сказать о теме разговора, которая пугала и волновала ее одновременно. Едва ли ком в горле не встала от напряжения. Людям часто приходится делать то, что им не нравится. Ты слеп. И ты уже никогда не станешь тем шинобе, которым был раньше. Это тебе нравится. Это необратимость, и я готов с ней мириться. Почему ты сделал это? Разве не было другого варианта? Твои страдания стоили того? Я страдал бы гораздо сильнее, если бы ничего не сделал. Сацкий лучше всех зал, что значили для учихи его глаза. Длительные тренировки, старания и пережитые утраты могли позволить ему пробраться сквозь терни к настоящей силе. Какой бы жизненный путь он ни выбрал и кем бы ни захотел стать, открывшиеся возможности будут помогать ему всегда. В этом и заключалось могущество вырезанного клана учих. Исключительное господство. Сара дохмурилась только сильнее. Такой ответ был ей понятен, но легче от него не становилось. Она никогда не была близка со своим отцом, которого знала меньшую часть своей недолгой жизни, а поэтому откровенный разговор с ним вызывал у нее дискомфорт. Могла ли она в открытую разговаривать с человеком, которого почти не знала? Не было другого варианта? Снова спросила Сарада. Я ни такого не нашел. Сарада сжала руки в кулаки и стеснула зубы от злости и огорчения. Ничего не ответив, она двинулась в сторону лестницы. Ты останешься сегодня на ночь? Поинтересовался Саски, откинувшись на спинку дивана. Нет, тут же ответила Сарада. Все, что ей было нужно, это принять душ и переодеться. Мама скоро придет домой. Переступив порог тихого кафе поздним вечером, Сакура пообещала самой себе, что не станет сильно напиваться, тем более что Инна так и не смогла составить ей компанию. Она только закончила с работой и буквально валилась с ног от усталости, но идти домой ей хотелось меньше всего. Мысли в ей голове стремительно перескакивали с одной на другую, не оставаясь долго на одном месте. Если раньше все проблемы в семье Сакура считала приятными хлопотами, то теперь ей невыносимо сильно хотелось забыть о них хотя бы на пять минут. Сакура долго сидела за столиком в полном одиночестве. Она смотрела в окно на темную улицу Канохи, слушала расслабляющую музыку, что звучало в колонках под потолком, но ничего не пила и не ела. Не было аппетита кусок в горло и не лез. И тем не менее, когда официант принес счет и сообщил, что кафе собиралась готовиться к закрытию, ей пришлось за все расплатиться. Но Сакуре все еще не хотелось идти домой. Переступив порог и оказавшись внутри, она сразу поняла, что Сарада не была дома. Сакура не винила дочь за ей поведение, и даже не стала бы запрещать ей переживать эту трудную ситуацию по-своему. Она даже считала себя хорошей матерью, которой удалось выстроить с дочерью доверительные отношения. Они почти не ссорились и уж тем более никогда не ругались, а до недавних пор им было, о чем поговорить и рассказать друг другу. Сакура хотела бы, чтобы так продолжалось и дальше, но она понимала, что так, как раньше, уже не будет. Сакура поднялась в спальню и обнаружила Саски сидящим на стуле возле открытого окна. Его лицо было направлено на улицу, которую он не видел. Прохладный ветер гулял по комнате без остановки, поэтому Сакура поспешила закрыть дверь, чтобы избежать сквозняка. «Ты сегодня поздно», — сказал Саски, не поворачивая головы. Задержалась на работе. «Откуда ты знаешь, который час?» На улице стало слишком тихо. Саски не был бы великим Шинобе, если бы не умел быстро адаптироваться в новых условиях и учиться в них выживать. Сакуре стоило бы сделать то же самое и привыкнуть, но что-то все время мешало ей и отбрасывало ей в начальную точку, в которой даже было невыносимее всего. «Я хотела выпить», — ответила Сакура. Ее нечего было скрывать. Но в итоге не взяла в рот ни капли. Вечер не удался. «Наруто что-то тебе сказал? С чего ты взял? Просто спрашиваю». Сакура не знала, что Саски имел в виду. Интересовался ли он новостями, или же пытался узнать, было ли из-за чего ей так расстраиваться. И да, и нет. Он много чего говорил, Сакура тяжело вздохнула. Она не горела желанием повторять премужито, о чем они с Наруто сегодня говорили. «Ну и ему жаль, что ты отошел от дел. Отошел от дел». Прозвучало это просто отвратительно. «Он как-нибудь справится и без меня». Сакура долго сдерживала себя и не хотела вновь поднимать волновавший его вопрос, но терпеть уже не было сил. «Я хотела отдать Тараде свои глаза». «Почему ты не позволил мне это сделать?» Выпалила Сакура на одном дыхании. Она осуждала его и даже не пыталась этого скрыть. «Потому что ты важнее, чем я. Ты это уже говорил». С тех пор ничего не изменилось. Сакуре хотелось выйти из комнаты и заночевать где-нибудь на коврике в прихожей, лишь бы только Саске не попадался ей на глаза. Иронично, но в противоположной ситуации этот план бы точно не сработал. «Ты дурак. А что ты хочешь услышать?» Сакура сжала руки в кулаки так, что хрустнули костяшки. «Ты можешь-можешь хоть раз сказать мне о том, что думаешь. Без лжи. Хоть раз. Я не соврал тебе ни разу. Ты делаешь это прямо сейчас». Сражаться на стороне Наруто может кто угодно, а спасти ему жизнь не каждой. Саске много ошибок совершил в своей жизни и одно из них было предвзятое отношение к Сакури. У них были ссоры и разногласия, они плохо контактировали и чаще не находили общий язык, чем договаривались друг с другом. Но с тех пор прошло много времени. Медики на любой войне и в любом сражении всегда ценились гораздо сильнее тех, кто напрямую вступал в бой. «Значит, все дело в Наруто. Только не начинай». Сакура скривилась и закрыла лицо рукой, будто бы это могло помочь ей не заплакать. Она медленно села на пол и тихо всхлипнула. В ей груди одновременно скреблись злость, обида и неуверенность ни в чем. «Я тебя ненавижу», — выплела Сакура, вытирая мокрые щеки руками. «Ты всегда заставлял меня плакать из-за тебя, Сакура. А самое отвратительное то, что я знаю, что ты прав». Саски тихо сел рядом с ней на пол и легко коснулся рукой его волос. Сакура плакала и ни в чем не видела для себя утешения. Она схватила Саски за край рубашки, не зная, чего ей хотелось больше — оттолкнуть его, ударить, накричать или же наоборот, прижаться ближе. Стоило ли просто позволить чувствам выйти наружу? Станет ли после этого легче? Но Саски сам аккуратно прижал ей к себе. Сакура уткнулась в его грудь носом ткани рубашки в этом месте тут же намокла. Она ведь могла позволить себе побыть слабой хотя бы пять минут. Если не смотреть Саске в лицо и ни о чем не думать, то можно было на время поверить в то, что у них все было в порядке. Сараде легче было заночевать где-нибудь в лесу, чем в собственном доме. Она не хотела общаться с матерью и видеть отца, хоть и последние несколько дней определенно были самыми одинокими в ей жизни. Друзья навещали ей в больнице, но с тех пор они друг друга не видели. Время шло и Сарада ждала момента, когда ей станет легче. Она чувствовала себя странно, боль в груди не унималась, а будто бы чем-то подавлялась. Открытую рану обезболили сильно действующим препаратом, но ведь ей по-прежнему было видно. Сараду все еще помнила тот страх животный ужас, который испытала за секунду до того, как острый куны пронзил ей глаз. Нестерпимая боль распространилась по всей голове в одно мгновение и сковала тело невидимыми цепями. Это было точкой невозврата, а от несправедливой необратимости хотелось кричать в голос. А потом вдруг стало темно, и ни за что было ухватиться, чтобы снова вернуться к свету. Ранним утром следующего Сарада нашла постававший тренировочный полигон за пределами Канохи и обосновалась в нем, решив, что вряд ли кто-то захочет ей здесь потревожить в такую пасмурную погоду. Ее новые глаза почти перестали болеть и ощущаться, как инородное тело, попавшее к ней в организм по ошибке. Ощущения были странными, будто бы это она подстроилась под них, а не наоборот. Страх неожиданно сменился на любопытство и интерес. Можно было бы поговорить об этом Саске, но Сарада еще не до такой степени привыкла к новым обстоятельствам своей жизни. По всему полигону были раскиданы деревянные мишени, потрепанные и побитые жизнью, но целые и вполне пригодны для использования. В большей степени они крепились к веткам деревьев, где некоторые частично скрывались за листьями, а другие вовсе трудно было разглядеть. Но и оттого было веселее. Сарада достала из набедренного подсумка несколько сурикинов. Она видела бы мишени так отчетливо и ясно, что это казалось удивительным. Ее глаза будто бы самостоятельно отмечали местонахождение цели и определяли наилучшую траекторию для метания. Сараде понадобилось несколько секунд на то, чтобы сориентироваться и сделать бросок. Все сурикены, как и ожидалось, попали точно в центр всех мишеней несмотря даже на то, что те находились в разных плоскостях. Не теряя ни секунды, Сарада выхватила куны из подсумка и метнула его в сторону. Острый конец успешно приковал штанину шпиона к ветке, на которой тот сидел. Думаешь, тебя не видно? Сарада развернулась лицом к тому дереву. С которого секундой позже спрыгнул Барута. Тот суетливо пытался поправить порванную штанину. Ну, не то, чтобы я пытался спрятаться, Барута, нервно улыбаясь, подошел немного ближе. Встретившись с Сарадой взглядом, он опишел и едва не попятился назад. Ему казалось, что он смотрел в глаза своего наставника, до того Сарада была на него похожа. «Мицуки говорил, что не нужно пока тебя беспокоить, но я подумал тебе захочется поговорить. Что говорили остальные?» Спросила Сарада и сама удивилась тому, что ее заинтересовала именно та. Они удивились, когда узнали, что произошло, Барута отвел взгляд и тнул попавший под ногу камушек. Тот быстро покатился вперед и затерялся в траве. «Но они ждут твоего возвращения в строй. Когда ты поправишься, мы снова сможешь ходить на миссии, как и раньше». Сарада не сдержала улыбки, глянув на то, как Барута смущался и прятал руки за спиной. Тот по-прежнему наивно думал, что она сможет и дальше быть частью их команды, и ничего в их жизни не изменится. «Хорошо, если бы это было так, но действительность была совсем иной. И знаешь, но Барута замялся еще сильнее. Тебе идет без очков». «Нет, с очками тоже было хорошо, но так лучше». Этим же утром Сакура отправилась на работу, хоть ей и хотелось взять для себя выходной. Она была счастлива услышать, что ночью в больницу поступил тяжело раненый Шиноби, который скончался за несколько часов до ее прихода. Это было кощунственно, и Сакура даже испытывала угрызение совести за свою радость, но теперь у Саски появился шанс вновь обрести зрение. Разве это не было хорошей новостью? Одновременно с тем она получила сообщение от Наруто, что ждал их в своем кабинете для разговора. Операцию пришлось отложить. Сакуре было необходимо сделать соответствующее обследование, а они тоже требовали времени. «Я надеюсь, это что-то важное», с этими словами она влетела в кабинет Хакаги. Саски зашел следом за ней и даже прикрыл за собой дверь. На нем были лишь штаны и рубашка, а потому Наруто было непривычно видеть его таким расслабленным, неподготовленным и немного домашним. «Мы ждем делегацию деревни скрытого облака с минуты на минуту», ответил Наруто с тяжелым вздохом. По нему было видно, что эта тема его нервировала. «Я хочу, чтобы вы присутствовали». «Зачем?» недоуменно спросила Сакура. «Потому что они придут поговорить обо мне». Саски встал рядом с ней, прямо перед столом, за которым Наруто сидел. И разговор будет не из приятных. «Шикамару считает, что мы еще можем договориться и разрешить эту ситуацию прямо сегодня. Но для этого нам нужна ваша помощь». «Какая?» «Объясни конкретнее», — спросила Сакура нетерпеливо. «Если мы убедим их, что произошедшее было ошибкой, то они могут попытаться закрыть на это глаза». «Какой ошибкой?» — воскликнула Сакура. «А как насчет того, что сделали они?» «Вот именно. Если надавить на это и признать обе стороны виноватыми, то конфликта удастся избежать». Сакура напряглась, а Саски лишь тихо хмыкнул. Он понимал Наруто в этой ситуации, но ничто не вынудило бы его изменить своего решения. «Можешь передать им, что я очень раскаиваюсь, но ни о чем не жалею. Где тот шиноби, которого я тебе притащи?» — поинтересовался Саски. «Я узнал все, что хотел, и выпустил его. Ну ты и придурок, конечно. Я хотел сразу решить вопрос без жертв этих конфликтов, но ты даже слушать меня не стал». Возмутился Наруто, встав со своего кресла. «Если ты готов закрывать глаза на этот беспредел, то не впутывай в это меня». Саски схватился рукой за столешницу, перед которой стоял. «Я же считаю, что они слишком мало страдали перед тем, как я наконец их убил. Прекратите!» Вмешалась Сакура, слегка надавив Саски на грудь рукой и пытавшись отодвинуть его назад. «Что сделано, то сделано. Теперь мы будем действовать по ситуации». «Ладно. Но без глупостей». Здравая мысль, если не лезть в драку сразу, согласился Саски, не став противиться руке Сакуры. «Какая тебе драка!» Фыркнул Наруто. «Ты сам даже не смог бы сюда дойти. Сейчас я вижу тебя гораздо чучее, чем с глазами. Так что не смей меня недооценивать». Все затихли, когда дверь кабинета внезапно открылась и на пороге появился задумчивый озадаченный Шикамару. «Они ждут на улице». «В смысле?» Спросил Наруто недоуменно. «У нас есть зал для общих собраний». «Я сказал им то же самое, но они сказали, что будут говорить на улице». Наруто ничего не ответил и лишь подозрительно нахмурился. Он молча вышел из-за стола и отправился за Шикамару в коридор. На улице вот-вот должен был начаться дождь и гром уже звучал где-то вдалеке. «Сакура, тебе пора уходить отсюда», — сказал Саски секундой позже. Он уже решил, что ему делать. «Что?» «Нет. Я тебя здесь не оставлю. Мы разберемся», — настоял он. «А тебе лучше уйти». Сакура выглядела недовольной, но она прекрасно понимала, к чему все шло. «Думаешь, они попытаются что-то сделать?» «Я в этом уверен». «А как же Сарада?» «Мы даже не знаем, где она. Не переживай о ней». Сакуре пришлось согласиться. Она пообещала себе, если уж решит доверять Саске во всем, то продолжит делать это до самого конца. Саске спустился вниз уже один. Он прекрасно ориентировался в этих коридорах и сопровождающий был ему не нужен. На улице стало значительно прохладнее, дул сильный ветер. Саске отчетливо отличал Чакру Наруто и Шикамару от остальных присутствовавших, которых он насчитал, по меньшей мере, семь человек. Кажется, он попал как раз в самый разгар неприятного разговора. Саске даже не вслушивался в словесную перепалку. Заприметив Наруто, он подошел к нему со спины и легко по-дружески ударил его кулаком в плечо. Тот даже замолчал и перестал рассказывать о деловых отношениях, хотя еще секунду назад был крайне этим увлечен. «Эй!» Возмутился он, посмотрев на Саске через плечо. Больно вообще-то. «Не прикидывайся», — фыркнул на него Саске, а после расслабленно облокотился локтем на то же самое плечо. «Надо же, не ожидал увидеть тебя здесь, Даруя. Надеюсь, что для такого визита была уважительная причина. Я хотел лично посмотреть в твои бестежие глаза, но, кажется, я опоздал». Райкаги снял с головы капюшон, скрывавший его от непогоды. «Из моего личного отряда, который я отправил на патрулирование наших границ, выжил только один человек. И это все из-за тебя. Это тот, которого ты отпустил». Поинтересовался Саске. «Заткнись», — фыркнул Наруто. «У них потом будет время на выяснение отношений». «Даруя, твой отряд напал первым. Зачем вы это сделали? В случае опасности мы можем напасть без предупреждения». Один из шиноби, что стояли у Райкаги за спиной, сделал несколько шагов вперед. «Как убить на поражение? А потом пришел ты и все испортил. Это тот, которого я отпустил». Шепотом поинтересовался Наруто. «Да», — ответил Саске. «Разбирайся теперь с ним сам. Мы можем прийти к общему мнению и закрыть этот вопрос насовсем», — продолжил Наруто, надеясь, что это сработает. «Здесь нет правых и виноватых, поэтому лучшее, что мы можем сделать, это разойтись и забыть об этом инциденте». «Такой вариант не годится», — ответил Райкаги, и Наруто едва не закатил глаза от досады. «Наши потери оказались значительно больше ваших». «Не пойми меня неправильно, но целый отряд элитных шин без одной девчонка и несравнимы. И чего вы хотите? Мы не хотим ссориться с тобой, Наруто. Отдай нам учиху и все будет решено». Наруто дернулся, да так, что Саске едва не скатился с его плеча, на котором уже успел удобно умаститься. «Зачем он вам? Он слепый, драться не может и ворчит без остановки. Мы не собираемся с ним работать. У нас есть для него планы получше». «Какой ты милый», — фыркнул Саске на попытку Наруто его отмазать. «Его что, уже успели списать со счетов? Дело, что могу», — фыркнул Наруто в ответ. Саске сразу почувствовал, как некто оказался у него за спиной, и он явно не был ему другом. Поток чакры отчетливо циркулировал по всему телу, а потому отлично было, видно, направление удара. Саске резко развернулся к нападавшему лицу, не позволив даже к себе прикоснуться, ушел от его руки. Одного короткого замахи ноги хватило, чтобы сбить удивленного врага с толку и попасть ему прямо в голову. Тот отлетел в сторону и не без труда был пойман одним из своих товарищей. «А вы также продолжаете нападать из-под тишка», — констатировал Саске, выпрямившись. «Оказывается, мне не нужны мои глаза, чтобы от вас отбиться». Наруто разозленно нахмурился и встал прямо перед Саске, полностью закрыв его своей спиной. «Ответ на недавно поставленный вопрос витал в воздухе и не был ни для кого секретом, но Хакаги обязан был его озвучить. Сделки не будет». Райкаги смиренно развел руками, согласившись с таким решением. «Казалось, что не сильно-то он и расстроился. Как хочешь. Тогда мы будем вынуждены применить силу». Наруто хотел бы этого избежать, но он изначально знал, что так и произойдет. Ему хотелось обойтись без жертв, но все было не так просто. Шикамару, что стоял неподалеку и наблюдал за всем со стороны, подскочил к Саске, схватил его за плечо и оттянул назад. «Нам нужно уходить отсюда», — объяснил он, решив, что Учиха точно не выиграет драку в таком состоянии. «Может, я хотел посмотреть. Как-нибудь потом, когда меня рядом не будет», — фыркнул Шикамару, не понимая, почему ему вообще приходилось здесь с кем-то возиться. Саске дернулся, когда за его спиной вновь появилась фигура. Он так привык ориентироваться среди окружающих по их чакре, что отреагировал раньше Шикамару. Предсказуемость движения была оправдана их медлительностью, а скрывать свои намерения нападавший даже не пытался. Саске даже не понадобилась вторая рука, чтобы отбить три удара сверху и один снизу. Он схватил противника за локоть и отшвырнул его в сторону, со всей силы приложив спину о землю. Наруто принял режим хвостатого зверя и был готов ринуться в бой пути назад больше не было. Сражаться в одиночку будет непросто, но ему было не в первой. Саске, прекрати пререкаться и проваливай отсюда. Пока я здесь, они никуда отсюда не уйдут. Я не могу быть в нескольких местах одновременно и прикрывать твой зад. А тебе и не надо. Ты можешь просто не мешать. Наруто уже было принял боевую стойку, приготовившись вступить в сражение, как дернулся и замер, когда кто-то в легком жести толкнул его ладонью в грудь. Он удивился, увидев перед собой Сараду, которую даже не сразу заметил. Подождите, седьмой, Сарада убрала руку и развернулась лицом к Райкаге, который не ожидал ей появления. Впрочем, по нему нельзя было сказать, что он сильно расстроился. Я тоже хочу поучаствовать. Только тебя здесь не хватало, фыркнул Наруто. Тебе нечего здесь делать. Почему бы и нет? Заинтригованный Даруи достал меч из-за спины. Мне нравятся ей глаза. Так вот, Камучих их пожертвовал. У вас все здесь поголовные идиоты. Если хотите, то займитесь им, предложила Сарада, а я возьму на себя всех остальных. Сарада, не спорь, встрял в разговор Саски, которому конкретно эта идея пришлась не по душе. Прекрати, пап. Я обещаю сильно не переутомляться. Можно было сказать, что на этом все обсуждения были закончены. Саске пришлось смириться с тем, что в таком состоянии он здесь ничего не решал. Стоило лишь благодарить вселенную за то, что хотя бы Сакура здесь не было. Однако с учетом того, что он чувствовал, его глаза успешно прижились у нового владельца. Что ж, тогда можно начинать, объявил Райкаги, крепче сжав рукоять меча. Он пропустил через свое оружие мощный поток чакры, замахнувшись, воткнул его в землю. Все вокруг задрожало. Здания и деревья неподалеку затряслись. Внезапно земля под ними покрылась глубокими, извилистыми трещинами, что брали свое начало от того злополучного меча. Шикомару, решив, что ждать дальше было безрассудно, схватил Саски и отскочил в сторону. Через мгновение земля ушла у них из-под ног. Целые блоки крепкого грунта сдвигались то вверх, то вниз, перемещаясь из стороны в сторону резкими скачками. Резиденция Хакаги у Наруто за спиной опасно задрожала, как спичечный домик, стоило не сильно падуть на него. Здание затрещало, покачнулось и рухнуло вниз. В воздух резко поднялся плотный столб пыли, щепок и сора, в одно мгновение заполонивший собой все свободное пространство в округе. Райкаги решил, что его противникам будет гораздо труднее сражаться на бугристом полигоне, нежели чем на идеально ровной площадке. Сарада запрыгнула на одну из развалин, что некогда была весьма крепкостью на резиденции, и задержалась на ней, пытаясь рассмотреть что-то вокруг себя. Она активировала мангеки шарингом, решив, что это был ей шанс выжать из этих глаз все, на что они были способны. Без фанатизма, естественно, иначе и отец будет крайне недоволен. Когда пыль частично осела на землю, видеть стало гораздо легче как Сараде, так и ей противникам. Все ей прежние сражения требовали от нее максимальной концентрации и внимательности, а в этот раз складывалось ощущение, будто единственное, что ей было необходимо делать, это смотреть во все глаза. Это она и сделала, когда несколько врагов подкралось к ней за спины. Как крысы, которые боялись наполдать напрямую. Сараде не приходилось сильно напрягаться, чтобы уклониться от атак. Ей противники были быстрыми и ловкими, но недостаточно для того, чтобы обойти способности Шарингана. Ей хватало доли секунды, чтобы предсказать их передвижение и уйти от них наиболее простым способом. И, как оказалось, им тоже было непросто крепко стоять на двух ногах на бетонных обломках, устилавших собою все вокруг. Оставалось только надеяться, что в это время в резиденции никого не было. Сараде отскочило в сторону, когда один из вражеских Кунаев больно полоснул ей по щеке. Судя по всему, противник припрятал его в рукаве. Трюк оказался простым, но эффективным. Сараде на секунду потеряло бдительность и позволило ей схватить себя за руку. «Помнишь меня?» Сараде подняла взгляд на лицо Шиноби, которого уже когда-то видела. На том самом роковом задании. Твою отвратительную рожу тяжело не запомнить. Сараде попыталась отдернуть руку и отвлечь все внимание противника на себя, но лишь для того, чтобы тот посмотрел ей в глаза. Шаринган будто бы сам подсказывал ей, что и когда нужно было делать. Из ей правой глазницы потекла кровь, а враг, не знавший, чего ожидать, закричал от боли и упал назад, когда его лицо покрыло обжигающее пламя Матеросу. «Ты не хочешь сражаться, Наруто?» Расстроенно поинтересовался Райкаги, видя, что его противник и в большей степени только уворачивался, и не пытался наносить критических ударов. Это радовало и расстраивало его одновременно. «Мы когда-то сражались вместе», — Даруя, напомнил Наруто, заблокировав его атаку и заставив тем самым остановиться. «Нам нет необходимости становиться врагами. Мне показалось, что Учиха не разделяет твоего мнения», — фыркнул Райкаги и разозлился, когда ему не удалось отбросить Наруто в сторону. «К твоему счастью, он не Хакаги». «Последнее слово в любом случае будет за мной. Пока он здесь счастливо живет и дышит воздухом, я не смогу оставаться в стороне». В это же время Шакамару неподалеку испытывал трудности по отношению к той работе, на которую Хакаги его назначил. Он был неплохим советником и удовлетворительным бойцом, но справиться с Учихой, судя по всему, не было под силу никому. «Отпусти меня». По-хорошему, в очередной раз потребовал Саски. Шакамару заключил его своей техникой теневого захвата, чтобы тот и не подумал предпринимать что-то самостоятельно. «Что тебе на месте не сидится? Не создавая нам всем лишней головной боли». Шакамару отвел их несколько дальше от резиденции, вглубь небольшого сквера, где враг мог их не найти, ибо понимал, что если кто-то их заприметит, то отбиться будет почти невозможно. И стоило ему об этом подумать, как земля под ним задрожала, когда некто поразил ее мощным зарядом молнии. Он потерял концентрацию и упал на землю, отпустив технику и позволив отступить назад. «Вот ты где», нападавший, лицо которого было скрыто под плотным капюшоном, посмотрел на Учху с чувством выполненного долга, понимая, что если прямо сейчас он принесет его боссу, то не смогу сбежать отсюда. Саски подскочил на ноги, готовясь к атаке, но при этом осознавая, что серьезный удар он отразить не сможет. Саски резко замер, когда мимо него совсем рядом с его головой, пролетел небольшой сгусток чакры. Враг заметил его в последний момент и не успел уклониться от маленького шарика Росингана, что с удивительной силой впечатал его в ствол ближайшего дерева. Саски-сан. Борото подскочил к нему в ту же секунду взволнованный и весь покрытый холодным потом. «Вы как? Я уже успел испугаться». Борото вызывал больше волнения, нежели облегчения и не хватало только присматривать еще и за ним, но в этот раз он оказался как никогда полезен. «Что ты здесь делаешь?» Я пришел с Сарадой. Она сказала не вмешиваться, но я же не могу сидеть на месте сложа руки. Правильно сказал. «Тебе лучше уйти отсюда. Никуда я не пойду. Только трусы сбегают с поля боя». Саски отмахнулся, отказавшись с ним спорить на это и не было ни сил, ни времени. Затягивать в бои было нельзя, но Наруто не пешил переходить к крайним мерам. Чем дольше длилась эта потасовка, тем больше и от этого страдала сама деревня. На примете и так уже было, что отстраивать, а они только начали. Саски почувствовал, как холодная капля упала на его щеку и стремительно потекла вниз. А потом еще одна. И еще. Внезапно зашумел дождь, а гром прогремел прямо над головой. Только этого еще не хватало, устало вздохнул Шикомару. «Ты прав», — задумчиво ответил Саски, осозяв, что грозовая туча была у него прямо над головой. «Держитесь поближе ко мне». У Саски уже не было того количества чакры, что он когда-то с легкостью растрачивал в бою, но и того, что имелось, могло хватить. «Если правильно ей израсходовать, конечно же. Ты уверен, что стоит к ним лезть?» — поинтересовался Шикомару. «Я уверен, что если ничего не сделать, то серьезных последствий избежать не удастся». Саски вытянул руку над головой. Без зрения было не так просто сконцентрироваться, и опираться приходилось исключительно на свои ощущения. Но и Саски не был простым генином, только закончившим свое первое серьезное задание. Борота немного напрягся, когда в руке его наставника заискрилась, а черные тучи у них над головами потемнели еще сильнее. Небо разволновалось. Саски чувствовал с ним контакт, буквально вытягивая из него молнии одну за другой до тех пор, пока те не приняли конечный четкий образ из множества переплетавшихся между собой разрядов. Учиха поймал себя на мысли, что ему было немного тревожно. И тем не менее, Саски резко опустил руку вниз, и сформировавшийся клуб молний последовал прямо за ней, ударяясь о землю с оглушительным грохотом и взрывом. Все вокруг вновь затряслось, но уже с гораздо большей силой. На секунду Борота показалось, что его просто сметет взрывной волной, и он закрыл голову руками, склонившись над землей. Еще несколько секунд в округе ничего не было видно, но когда туман рассеялся, стало ясно, что площадку, на которой лежали развалины резиденции, вновь перемололо, разрушив груда камней на еще более маленькие куски. В эпицентре удара и вовсе образовалась глубокая воронка из влажной земли. Саски устало опустился на колени, едва держась и не позволяя себе упасть. Он растратил все запасы чакры, что успел восстановить за последние дни, однако был доволен результатом. Он довольно улыбнулся, чувствуя, что тело Сусана, которое ему частично удалось сформировать, все еще закрывало их подобно крепкому панцирю. Получилось, устало, но удовлетворительно выдохнул он. Теперь ему не нужен был Шаринган, чтобы снова создать своего Сусана. Сарада догадалась сделать то же самое, понимая, что не успела бы отойти от взрыва на достаточное расстояние и не попасть под него. Когда все стихло, она встала на ноги, глянув на скелет своего Сусана, покрытого тонким слоем бледно-красной чакры. Она была готова смириться со своими глазами, если не впредь позволит ей распоряжаться такой силой по своему усмотрению. Сарада огляделась. Она спустилась вниз по обломкам, заприметив недалеко придавленного камнем Райкаги. Тот был еще жив и даже находился в сознании, а потому пнуть его ногой в грудь оказалось гораздо приятнее. Дарой даже попытался приподняться, но у него едва ли были на это силы. Можно было сказать, что битва была окончена. «Как тебе?» — спросила Сарада, не сводя с него пристального взгляда. «Хочешь попробовать еще раз?» Редактор субтитров А.Семкин»